Согладывается! Вера Васильева, народная артистка Советского Союза. Легенда нашей сцены и экрана. Звездой она стала в 22 года, когда сыграла веселую и бойкую сибирячку Настеньку в фильме Ивана Пырьева «Сказание о земле сибирской». Сегодня актриса находится в элегантном возрасте. Но скидку себе не делает. По-прежнему жизнелюбива и энергична. Она бегает по лестнице, меняет 10 костюмов и 2,5 часа, то и 3. Работает просто не отдыхая ни на секунду. Это достойно просто какого-то восхищения. Она как энергайзер. Она заражает всех. Вот напишешь Васильева фломастером, и все равно придет зритель, потому что как бы это имя. Ярочка, пусть минишь на Васильева! И не только имя. Главный козырь Васильевой – ее внешность. Она как будто играет с возрастом и выигрывает. Вера Кузьминична Васильева и возраст – это как две улицы, которые никогда не пересекутся. По поводу секрета ее молодости выдвигаются самые разные версии. У нее режим. Если она худая, так она худая всю жизнь. Вот ямочки ушли, а фигура осталась. Она же совершенно не бытовой человек. Абсолютно. И это тоже выигрыш. Секрет молодости Вера Кузьминична в ее старости. Она актриса, которая никогда не отвергала старение. Вы это серьезно? Да, вполне серьезно. Нам уже не 20 лет. Нам влюбляться поздно. Но при чем здесь возраст? Важно, есть тут что-то или нет. Сама Вера Кузьминична считает себя счастливой и везучей. Вот только карты не в счет. Все. Как? И я с этой огромной кучей проиграла. А я думала, у меня впереди победа. Побед у актрисы было действительно немало. И тут в ход шло не только ее природное обаяние с очаровательными ямочками на щеках, но и характер – сильный, упрямый. А с годами к ее арсеналу добавилась еще и мудрость. Наша судьба очень мало от нас зависит. Она может быть трагической, и мы ничего не сможем сделать. Снимаясь для нашего фильма, Вера Кузьминична была предельно искренней и откровенной. Вы узнаете, какие бури, печали и радости актриса пережила, оставаясь верной своей профессии. Отчего ей пришлось отказаться, чтобы так выглядеть в свои годы. И было ли в ее сказочной судьбе то, о чем она сейчас жалеет. Вера Кузьминична, мы не очень ориентируемся, поэтому... Сейчас вот сюда, да? Признаемся, приступив к съемкам фильма про Васильеву, мы действительно не очень ориентировались. Не знали, насколько хватит ее сил, и больше всего боялись переутомить актрису. Поэтому основное интервью с ней записывали по чуть-чуть, с перерывами в несколько недель в разной обстановке. Верно. Или вам помыть? Ну, наверное, смогу. Но всякий раз Вера Васильева убеждала нас. Мы зря волновались. Здравствуйте, моя хорошенькая. Она появлялась легкая, улыбчивая, грациозная и с абсолютной готовностью к работе. Ой, какая красавица. Да, все вы красавицы. В общем, мы вас ждем. Мы можем, если поболтать, то и здесь. И это было далеко не единственное наше открытие. При всей своей хрупкости Вера Васильева оказалась очень сильным человеком. Во многом благодаря своей совсем непростой и на самом деле далеко не сказочной жизни. Иногда мечты не совпадают с жизнью. Ничего похожего, о чем мечтал человек, он не получает. И тогда, конечно, он несчастлив, потому что все-таки хочется делать то, что любишь, и то, что кажется, что это нужно людям, а вдруг, оказывается, никому не нужно. Это грустно, понимаете? Вас ждут. Начинается съемка. Вы готовы? Вера Кузьминична стала актрисой почти случайно. Она родилась в Москве, возле чистых прудов, в очень простой семье. Родители работали на заводе. Впервые в театр Вера попала в 7 лет за компанию. Соседка пригласила на спектакль «Царская невеста». С этого момента девочка мечтала только о сцене. Конечно, я была потрясена помещением. Ложи, бархат, люстры, этот оркестр, который настраивался, и потом открыли занавес, и какая-то немыслимая красота, и «Царская невеста» в этих одеяниях. Я пришла домой, села под стол, подняла скатерть, вот так как бы отвела, и запела, как «Царская невеста». После такого потрясения маленькая Вера стала все время играть в актрису. С подружкой бегала на Мясницкую улицу в китайский чайный магазин, где они представляли себя сказочными принцессами. Хотя жизнь Веры далека от сказки. Она была трудной, как и у многих в те годы. Васильевы жили большой семьей в крошечной комнате в коммуналке. Быт складывался так, что вся основная работа по дому легла на Вере на плечи. Старшие сестры Антонина и Валентина учились. А ей, 12-летней девочке, приходилось и обед варить, и за керосином бегать. Но она никогда не жаловалась. В детстве я не была избалованной ничем. Наоборот, я очень чистила картошку и варила щи. И, в общем, если надо вымыть пол, я и пол могла вымыть. А еще перед глазами у Веры были непростые семейные отношения. Папа, Кузьма Васильевич, очень любил ее маму, а она его меньше. Александра Андреевна была городской девушкой, окончила гимназию в Твери. Но вышла замуж за парня из села, вернее, ее выдали по расчету. Тогда в городе люди порой умирали от голода, а у семьи Кузьмы Васильевича было свое натуральное хозяйство. Они у меня были очень разные. Папа у меня из деревни, но редкого, на мой взгляд, духовного качества человека. Он очень был добрый, немыслимо добрый, верующий и очень скромный. Ну, в общем, я его безумно любила, папу. Маму любила, но больше как-то жалела. А вот самой Вере маминого тепла не хватало. Любящим в их семье был только папа. Частенько баловал своих детей, мог пожалеть, погладить по голове. Мама же таких нежностей никогда не проявляла. Возможно, поэтому Верочка, став взрослой, искала в жизни любви и романтики. Но поневоле, в каком-то смысле, повторила судьбу своей мамы. Я очень хорошо прожила со своим мужем, но у меня была некоторая рана в сердце. И мне очень хотелось сыграть роль, где я могла бы проплакать свою любовь. У нас веселая жизнь, понимаете, да? Карта, шампанское. Не было. Такую Веру Кузьминишну зритель видит, скорее всего, впервые. Так в приятной компании, на даче, она переживала изоляцию в условиях пандемии. Но даже среди своих людей и совсем в нерабочей обстановке, Васильева выглядела, как настоящая дама. Она никогда не придет в растянутом свитере, без прически, даже если просто репетиция. Какие-то сережечки, какие-то украшения. И про нее действительно никогда в жизни нельзя сказать, что она бабушка-старушка. Никогда. Она женщина. Всегда. Вера Кузьминишна, которая выглядит так, как будто у нее не простое происхождение, а как будто она действительно родилась в каком-то имении Тургеневского времени, будто она росла в кружевах и в мебели карельской березы. Многие считают, что в такой подаче и в женственности и есть секрет ее молодости. Но не только в этом. Перед плохими поездками на поезде, я иногда в купе заставляю ее махнуть. 100 грамм только водку. Никаких этих коктейлей, фигней. Она спит в поездах. Я вот не сплю в поездах. Она ложится, надевает ее какой-то чепчик, что-то такое затыкает и спит. О, нервы, да? Вот так она и живет. Она любопытна. Ей интересен интернет. Ей интересно все. Мы летели рано утром, в 6 утра в Сургут. Ничего, Вера Кузьминична летит. Потом пошла погулять в 7 утра. Это же очень странно. Погулять. Ее там чуть ветром не снесло. Но ей было любопытно посмотреть на такой город. Ей ждет ее возраст. Это вообще такая редкость. И вызывает у меня просто такую, честно, зависть. Ну, я думаю, она на меня никак не обидится, Вера Кузьминична. Она человек очень мягкий. Сама Вера Кузьминична считает, что ее главный козырь в том, что она себя ни в чем не ограничивает. Но и берет от жизни только то, что может унести. Это вот мое амплуа. Ну, да, еще вкусно. Еще этот соус я тут сама готовила. Кто увидит, позовидует. Ну, конечно. Я ленивая и не очень волевая. Поэтому я бы не хотела растолстеть, потому что я понимаю, что я похудеть не смогу. У меня не будет воли ни делать гимнастику, ни бегать, ни голодать. Поэтому я ем умеренно, но всегда сыта. Всегда с удовольствием. Ну, да вы ничего и не кушали. И чай не пили. А я не подкушу пришел. Ну, какой рацион. Она абсолютно нормальный человек. Картошка – картошка, селедка – селедка. С водкой – с водкой. Рыбу на гриле. Вот сегодня будем как раз делать. Да, рыбу на гриле. Но если все нормальные люди едут по полной рыбе, то вертолепно по половинке. Я бы уж не могу. Вот я люблю театр. Я понимаю, что если я буду другой толщины, я буду играть другие роли. А так как не все другие роли мне были бы желанны, то это меня бы лишило большого счастья. Счастье прожить то, что для меня желанно. Вера Кузьминична – человек искренний. Ее трудно упрекнуть в кокетстве. Сцена для нее – жизнь. И ради этого она держит себя в форме. Ради сцены она готова на все, и никакой возраст ей не помеха. Девочка из обычной коммуналки, выйдя на сцену, стала с годами настоящей королевой. Из-за этой же сцены пролила немало слез. Цена ее успеха известна только ей. Если посмотреть на театральную судьбу Веры Кузьминичны Васильевой, в общем, нельзя сказать, что эта судьба очень счастливая, или это судьба, которая была только лишь из лепестков роз. Очень много шипов. Но как же достойно она прошла по ним или мимо них. И оставила себя в профессии. Оставила себя для людей, для зрителей, для искусства. В юности Васильева очень стеснялась своей, как ей казалось, простоватой и даже деревенской внешности. Но именно благодаря своим внешним данным она и попала на экран. Впервые это случилось еще на первом курсе Московского театрального училища. Правда, роль ей досталась крохотная. Круглолицая девушка-монтер в картине Константина Юдина «Близнецы». Васильеву тогда даже не указали в титрах. Но через два года ее имя прогремело на всю страну. Вера попала на пробы к знаменитому режиссеру Ивану Пырьеву. Пришла в нарядном платье, сделала себе взрослую прическу. Хотела произвести впечатление настоящей артистки. А Пырьев надел на Васильеву бесформенный сарафан, заставил заплести косички и убедил подложить в декольте почулку, чтобы сделать пышную грудь. Вера чуть со стыда не умерла. А вот Пырьев остался доволен. Так она и попала в свой первый большой фильм «Сказание о земле сибирской», в котором сыграла одну из главных ролей – сибирячку Настеньку Бусинку. Состав был потрясающий. Ну, конечно, Марина Ксим-Ладынина, Владимир Дружников, Боря Андреев – это громадина. И туда ворвалась эта, ну, можно сказать, чудо природы. Верочка Васильева, Вера Кузьминежна, тогда ей было, по-моему, 18 лет. Олицетворение такой юности, красоты, здоровья, когда она улыбалась, у нее были ямочки на чеках. Вообще, вы знаете, она просто так влюбилась в себя всех. Героиню Васильевой полюбили и зрители. Образ оказался удачным. Пухленькая, живая девушка у всех вызывала симпатию. Казалась такой родной. Ей на улице часто говорили Настенька, Душенька и верили в то, что она и правда из Сибири. Она вгрызалась в роль, она проживала роль, как-то роль очень совпадала с ее таким внутренним темпераментом, эмоциональностью. Андрей Николаевич! Андрей Николаевич! Бегите скорее в контору! Звоните! Это все Яша Бурмак! Он был у нее, говорил, все это из-за меня! Все это из-за меня! Но вскоре после премьеры сказания о земле сибирской карьера Васильевой едва не закончилась. Однажды ей позвонили. Иван Александрович хотел бы с вами переговорить. Приезжайте в гостиницу «Москва». Естественно, актриса решила, что речь пойдет о работе, возможно, о следующей картине. Прибежала в гостиницу к Пырьеву. А он стал приставать к ней. Потребовал благодарности за то, что снял ее в кино и сделал знаменитый. Вера резко отказала. С Иваном Александровичем Пырьевым у меня произошло недоразумение, которое у него часто происходило с некоторыми молодыми актрисами. И так как я не уступила его некоторым притязаниям, то он сказал, больше сниматься в кино никогда не будешь. Властная рука Пырьева ощущалась некоторое время. Васильеву спрашивали иногда, почему вас не снимают. Как выяснилось потом, ее кандидатура не рекомендовалась руководством. Вера Кузьминична никогда не расплатилась ни пядью своего тела. Может быть, поэтому она и не имела роли, не потому что она была плохая актриса. Она как раз очень сценичная, очень эффектная и любимица публики. Но тем не менее, влюбленности и даже служебные романы на площадке у Веры Васильевой были. Так на работе в нее влюбился и ее будущий муж, актер Владимир Ушаков. Так и она сама впервые в жизни и со всей страстью влюбилась в одного человека. Можно, Вера Кузьминична? Ой, Вера Кузьминична, я вам только пожелать слова. Только пожелать слова хорошие, потому что играйте как хотите. У вас уже все есть, да. Абсолютная импровизация. И любите мужчин. У вас такие красивые партнеры, причем такие... Божественные. Вот, самое главное. Вот и все. Сегодня Вера Васильева служит в Театре Сатиры, где проработала всю жизнь. В 2015-м, в 90-е лет, потрясла публику в спектакле режиссера Андрея Житинкина «Роковое увлечение», в котором сыграла забытую всеми кинодиву Ирму Гарленд. Ее героиня любыми способами пытается вернуть былую славу и позволяет себе роман с мужчиной намного моложе. Вера Васильева сделала свою героиню неожиданно и легко. Я была у Веры Кузьмишиной на спектакле «Роковое увлечение». Я была потрясена. Мы ходили с мамой. И Вера Кузьмишина там меняла просто без конца блистательные наряды, порхала по лестнице. Я, конечно, каждый раз восхищаюсь и учусь, потому что то, как Вера Кузьмишина работает, это достойно просто какого-то восхищения и преклонения просто перед ней. И столько энергетики, как она выглядит, как она переживает, как она вообще, ну, то есть это что-то невероятное. Но сама актриса утверждает, что между ней и Ирмой Гарленд ничего общего. Кроме одного. В ее жизни тоже было роковое, почти разрушительное чувство. Все началось после того, как она попала в Театр Сатиры в 1948 году. Тогда ей предложили сыграть главную женскую роль в пьесе о колхозной жизни «Свадьба с приданным». А ты почему на бюро не пришел? А, так ты понимаешь, я замешкался вот тут, а потом думаю, поздно еще. А к Гале не поздно? А, так, а тебя ж не к Гале. А к кому? К тебе. Насчет чего? Жениться надумал. Ну? С режиссером Борисом Ивановичем Равенских Васильева познакомилась на первой читке. Роль жениха и ее героини Максима получил только что пришедший в театр артист Владимир Ушаков. Высокий, обаятельный красавец, брюнет с синими глазами и чарующим голосом. Он был очень хорош собой. И когда он шел, значит, так красиво, спокойно, так все, актер, да, то прям, значит, женщины замирали. Ушаков во время репетиции не сводил с хорошенькой Васильевой глаз. Но Вера после первой же читки поняла, что влюбилась в режиссера. На него все артисты смотрели с восторгом. Но Вера влюбилась больше остальных. Дальше все понеслось. Какой-то безумный, сумасшедший вихрь. Меня вдруг не стало. Был мой восторг, мой испуг, мое бессилие перед ним, счастье от его голоса, от улыбки, от глаз, горе от его гнева. Но сама я растворилась в нем. Об этом невероятном чувстве уже спустя годы узнала дочь Бориса Ивановича, актриса Александра Равенских. Она родилась гораздо позже, но случайно познакомилась, а потом и подружилась с Васильевой. И историю любви своего отца и Веры Кузьминичны услышала лично от нее. Вера Кузьминична однажды сказала, такого счастья, такого любви в таких количествах, которые присутствовали на репетициях спектакля «Свадьба с приданом», больше не повторилось в моей жизни никогда. Равенских был женат на актрисе театра имени Станиславского Лилии Гриценко. Лилия приходила на репетиции мужа в театр сатиры и смиренно ждала, когда супруг освободится, и они пойдут домой. У Васильевой такое кроткое ожидание преданной женщины вызывало и восторг, и печаль одновременно. Это была невыразимо грустная картинка ожидания полубога. «Свадьба с приданом» репетировалась, уходя в ночь, глубоко в ночь. Все были на это согласны, потому что процесс захлебывания любовью был какой-то неостановимый. И далеки сидела Лилия и ждала Бориса Ивановича. Премьера «Свадьба» состоялась в марте 1950 года. Это был оглушительный успех. Спектакль сыграли 900 раз. Постановку удостоили Сталинской премии и экранизировали. Васильевой было 25 лет, и от всего нахлынувшего у нее кружилась голова. Они ездили со спектаклем по всей стране. Бывало, на целине спали в палатках. Тогда сон Веры трогательно, паотически охранял тот самый Володя Ушаков. Он напоминал ей отца, хотя это были совершенно разные люди. Володя нежно относился к ней. При этом знал о ее большом чувстве к Борису Равенских. Но все равно уговаривал выйти за него замуж, обещал любить всю жизнь. Василиса Павловна, я ее больше жизни беречь буду. Голубушку. Два-три года он за мной ухаживал, зная, что я влюблена в другого человека. Это, в общем, как-то говорит о каком-то большом чувстве. Это не секрет, она не скрывает, что она любила Равенских. Ну а как это? Это же невозможно скрыть. И, в принципе, это не афишировалось, но это и не скрывалось. Эти отношения были ни на что не похожи. Равенских был одареннейшим режиссером. Он не мог не почувствовать ее трепетную душу. Открыв у Васильевой актрису, он разбудил в ней настоящую женщину. У них закрутился роман. К тому времени он уже разошелся с Гриценко. Борис Иванович говорил, я не могу не любить актрису, с которой я делаю главную роль. И я, как человека, если ее не полюблю, я ничего не сделаю для нее в этой роли. Роман продолжался шесть лет. Но когда Борис Иванович ушел в Малый театр и стал готовить там премьеру спектакля «Власть тьмы», в его жизни появилась новая цель и другие актрисы. А в их с Верой отношениях многое изменилось. Он принадлежал только своей профессии, только рождению спектакля, который происходил сегодня и сейчас. Он в этом состоянии же жил. Он заканчивал одну работу, он начинал следующую. Вера, конечно, все понимала и не смела отвлекать режиссера Равенских от спектакля. Но после премьеры Борис ей не позвонил, как они договаривались. Не позвонил и на следующий день. Я решила и понимала, что, вероятно, меня ждет немножко сложная судьба, которую я не вынесу. И тогда я, как бы, ничего не выясняя и ничего не говоря, как бывает, человек бросился в пропасть, и его нету. Вот я исчезла из этой жизни. Но на всю жизнь у меня осталось только одно – как любила я и как меня любили. Васильева приняла судьбоносное решение. Ответила согласием Владимиру Ушакову. Она вышла замуж за человека, который любил ее безответной, но настоящей любовью. А она в тот момент могла лишь позволить ему любить себя. Ее сердце принадлежало другому. Ушакову понадобилась целая жизнь, чтобы все-таки согреть сердце своей Верочке. Может быть, это не было какой-то безумной любовью или страстью, но черт его знает, что важнее в жизни. И действительно, для нее, вот как мне кажется, для нее такой брак, он идеален. Она бы не выдержала никаких страстей. После разрыва Васильева и Равенских увиделись только один раз. Через 10 лет случайно. На общем собрании в Доме актера. Я сидела, и он подошел ко мне. И я так нагнулась, и он спросил, ну как ты живешь? Я говорю, нормально. Он говорит, ну хорошо. Хорошо, что нормально. И все. Короче, не придумаешь. Ну, если понимать, что за этим, за этим очень целые и большие две судьбы. Борис Равенских умер внезапно от инфаркта в 65 лет в январе 1980 года. Васильева тогда находилась на гастролях в Сыктывкаре. Но бросила все и примчалась на его похороны. Она не могла поступить иначе. У меня ощущение, что люди думают, что нет большой любви. А я знаю, что это есть. В своей жизни испытала огромное счастье. И это счастье есть на земле. Володя Ушаков сдержал обещание. Взял Васильеву с израненной душой и отогрел своей любовью. Владимир Петрович Ушаков, помимо того, что он был преданнейший возлюбленный слуга и партнер Веры Кузьминичной, он был еще дико красивый, дико похож на мужчину, что так редко сегодня. Они прожили вместе 56 лет. Он сделал все, чтобы она никогда не бросала свое самое любимое занятие – актерство. Он только радовался, когда я что-то имею, и очень печалился, когда я ничего не имею. Поэтому, когда я стала ездить в другие города, играть роли, которые я люблю, он не возражал, а наоборот. Ну, а как принимали? А ты довольна, да? Я говорю, потрясающе. И он был рад очень. Но в кино Васильеву после эпизода с Пырьевым долгие годы не снимали. А если и приглашали, то чаще всего на роли деревенских героинь. Где-то меня воображали, что с годами я буду приобретать такие немножечко формы председателя колхоза. Вот, и когда видели меня, то как-то говорили, да, пожалуй, это не очень вам подходит. На сцене, наоборот, ее карьера шла в гору. В 60-х ее уже смело называли «Примой театра сатиры». Васильева с блеском переуплощалась как в Анну Андреевну из «Ревизора», так и в графиню Розину из пьесы «Безумный день» или «Женитьба Фигаро». Сюзанна, сейчас сюда придет этот юноша, а я не причесана, не одета. Эту работу многие и сегодня называют лучшей театральной ролью актрисы. Я себя очень хорошо чувствовала. И, может быть, даже начиная с этой роли, я подумала, что я могу играть не только простушек советских, а и каких-то женщин, которые немножко рафинированы, избалованы. Ну, разве... Нет, я уже не та Розина с Сюзаном. А я не та Розина, которой вы когда-то добивались. А я бедная графиня Альмавива, которую вы уже больше не любите. Ужаль! Нет! У супруга Веры карьера складывалась гораздо скромнее, и он полностью взял на себя все хозяйство. Васильева признается, роскошь, красота и уют в ее доме – все это благодаря Ушакову. Был человек, мужчина, который, это очень важно, который решал за нее все проблемы, готовил. Она говорит, я вообще ничего не умею делать. Я говорю, Вера, как вы не умеете? Нет. И она действительно в этом очень комфортно себя, видимо, ощущала. На самом деле в жизни он был достаточно требовательным человеком. И любил, когда все на месте, все прибрано, все приготовлено. Вот, чем сильно смущал Веру Кузьминичну. Ну, как-то все-таки устроились. Ну, а на самом деле они очень любили друг друга до конца своей жизни. Вот Ушка и Верочка. Все было в этом браке основательно и гармонично. Но вот не было детей. Вопрос, на который Вера Кузьминична, отвечает со свойственной ей искренностью. Я по врачам не ходила. Поэтому как судьба складывалась, так она и складывалась. При этом на экране сама Васильева часто играла мам. Персонажи были эпизодические. Но актриса наполняла их такой сочностью и юмором, что они становились незабываемыми. Первый раз экранной мамой она стала в 28 лет. В фильме «Чук и гек». Что-нибудь видно? Ничего не видно. Мам, а скоро мы приедем? Завтра. Завтра мы приедем к вам. Впоследствии актриса стала экранной мамой для многих известных актеров. Так в картине «Карнавал» Васильева очень правдоподобно сыграла интеллигентную маму молодого столичного повеса в исполнении Александра Абдулова. Но больше всего в роли мамы Вера Васильева запомнилась в фильме «Выйти замуж за капитана». На этот раз из актрисы получилась настоящая мама-генеральша. Я? Мама, Вера Семеновна. Александр Петрович. Он с нами, да? С нами. Сашенька, будьте добры, достаньте с антресоли два чемодана, коричневый и черный. А вот как свою экранную маму вспоминала ее кинодочка Вера Глаголева. Это одно из последних интервью актрисы. Там есть такой кадр, когда мы едем в этом старом автомобиле в «Победе», и там такая идет панорама, она такая сидит на переднем сидении, улыбается, и я что-то там сзади. И это вот женщина, вот она горда, что рядом с ней вот это все починили ей, что мы едем на дачу, что прекрасное настроение. Леночка, мы едем на своей машине, на свою, как был бы рад твой отец. Как она разбирается, нужен ли этой дочке этот человек, и как она пытается как-то сказать «да-да», что, в общем, он подходит нам, и она уже полностью в этом, уже командует им. Вот это все генеральша. Вот она играет генеральшу, и она генеральша. И она убедительная, такая вот, с таким очень точно схваченным характером. Продукты в голубой сумке. Саша, помогите мне растопить самовар, ладно? Идемте со мной. В жизни Веры Кузьминичны были и очень мрачные времена. В театре ничего нового не происходило, Владимир Ушаков перенес инфаркт и попал в больницу. Вера терпеливо ухаживала за мужем. Однажды, возвращаясь от него поздним вечером, она шла с тяжелыми сумками по темной улице и плакала. В голове промлекнула мысль, вот был бы у нас ребенок, все могло бы сложиться иначе. Но в жизни Веры Кузьминичны нередко случались сказочные моменты. Вот здесь портреты моей Дашеньки, это моя крестница, крестница, все-таки не дочь, потому что у нее мама была исключительно прекрасной, и я крестница, крестная. В тот самый вечер жизнь подарила Вере Кузьминичне Дашу. Девушка ее даже не узнала, просто пожалела уставшую женщину и предложила ей свою помощь. Подхватила сумки, и дальше они пошли вместе. Ну я как-то помогла, и мы дошли до светофора, и я смотрю, боже мой, так это вот, можно сказать. Мне казалось, что она в жизни тоже такой человек очень красивый, легкий, да. Но и мне, конечно, в голову не приходилось, что в жизни не совсем все так. И когда мы расставались, вот тогда первый раз после похода по бульвару, такого неожиданного, она сказала, у меня ведь никого нет. Вот, на что я сказала, ну я вам буду всем. А потом Даша написала ей письмо. Они еще раз встретились и стали дружить. Смотрите, красота. Ну хорошо, и это прилично. Даша, а ты себя-то так не мчи. Ну я себя... Я хочу уже смотреть. Я тебя не люблю. Ну мало ли чего ты, я тебя люблю. Мне это интересно. А я вас, вот и поговорили. Когда в ее жизни появилась Даша, она свет увидела. Она на самом деле, вот она играла спектакль где-то на окраине Москвы. И Даша, вот она всегда как верный Санчо Панса, она отвезет и привезет, если там не помогут, да. Она позаботится обо всем буквально. И, ну, такого не бывает на самом деле. Значит, она вот опять же чем-то заслужила. Понимаете? Обалдеть. Даша стала помогать ей по дому. Присматривала за болеющим мужем, когда Васильева уезжала на гастроли. Поскольку Владимир Кузьмич болел довольно трудно последние лет 20, наверное, в своей жизни. И в моей жизни были трудности. У меня не стала мамой 11 почти лет назад. И трудности, они нас сближали как-то все сильнее и сильнее. Сегодня Даша и Вера Кузьминишна живут в разных домах. Но Даша часто вывозит ее к себе на дачу. Они вместе путешествуют по миру. Дочка Даши, 10-летняя Света, называет Васильеву бабушкой. Я просто влюблена в нее. Потому что девочка удивительно солнечная, ласковая, веселая. Но не очень любит уроки учить. Но и в этом такая искренняя, что даже сердиться нельзя. Для меня было совершенно откровение, какая она оказалась бабушка. Я подумал, вот тут-то, Вера Кузьминишна, и накрылась. Потому что при ее уме, таланте, обаянии, актерском даровании, вечной молодости, вот чем она совершенно физиологически не может быть этой бабушкой. И на тебе, гад, она с этим справилась. А ты действительно очень добрый человек. Ага, ну это хорошо, если тебе так кажется. А вот когда ты мне даришь цветы на сцену, ты какие покупаешь? Мама, розы. Розы, да. Ну и иногда тюльпаны. Да, очень красиво. И потом, знаешь, что мне нравится? Что ты не боишься, а именно бегом бежишь. И это так приятно. И какое-то такое ощущение. Моя внучечка ко мне на сцену прибежала. Несмотря на существенную разницу в возрасте, 85 лет, Света обожает общаться с Верой Кузьминишной. Общая тема для разговоров между бабушкой и внучкой всегда найдется. А о чем вы с бабушкой разговариваете? Иногда про оценки. Вот. То, что почему родители не заставляли учиться отлично. Когда бабушка приносила четверку, они говорили, ну хорошо, Верочка. А когда я приношу, и мама ругается, то бабушка всегда за меня заступается. То есть четверка – это тоже хорошая отметка. Из родных людей у актрисы почти никого не осталось. Ни двух старших сестер, Антонина и Валентина, ни младшего брата Васи. Еще несколько лет назад мы снимали его в доме у Веры Кузьминишны на семейных посиделках. Вот, пожалуй, только с Васей я себя чувствую хозяйкой, что ли. Даже типа материнского чего-то. Бывает так, что я говорю, Васенька придет, Дашенька говорит, я тогда что-нибудь сделаю. Я говорю, первое сделаю я, потому что щи я умею варить, а уже остальное – ты. И я очень люблю, когда Васенька приходит, и я, в общем, делаю вид, что я вкусно готовлю. Младшего брата она особенно любила. Но не так давно у Василия Кузьмича не стало. Для Васильевой это стало настоящим ударом. Поддержку Вера Кузьминишна обрела опять же от Даши и любимой Светочки. Казалось бы, уж столько лет эти любящие, пусть и не родные, женщины вместе. Но у кого-то может возникнуть вопрос – нет ли корысти во всем этом. Актриса терпеливо отвечает. Даша – человек состоятельный, никакой финансовой заинтересованности у нее нет. Дарья Игоревна Милославская – настоящая бизнес-леди, преуспевающая юрист, очень известная в профессиональных кругах. На ее счету немало заслуг, за что она и была удостоена благодарности президента. А на вопрос, как она успевает еще и позаботиться о Вере Кузьминишне, и вообще зачем ей это надо, Дарья отвечает. Я взамен получаю любовь, конечно же. И я знаю, что Вера Кузьминишна нас очень любит. А еще я получаю то, что мы можем наслаждаться все национальным достоянием. Потому что даже если когда-то в редкие моменты бывает, что с Вера Кузьминишней хочется как-то по-другому. Думаешь, ну ничего, зато у нас национальное достояние. Значит, раз хочет так, значит сделаем так. В такую историю верят не все, но так тоже бывает. Дарья осталась без мамы, Вера Кузьминишна без детей. Вот они и поддерживают друг друга. Ощущение неодинокости. Есть человек, который рядом, есть ребенок, которого не было у Веры Кузьминишны, да. Есть ребенок, а ребенок – это же такое счастье огромное. Огромное счастье, которое вот ей пришло тоже вот таким вот чудесным образом. Но главной отдушиной для Веры Кузьминишны всегда была работа. С возрастом, в кино, на смену ролям мам пришли роли бабушек. Именно такую роль Васильева сыграла в сериале «Деревенщина». Но в действительности на бабушку была похожа меньше всего. Вот, посмотри. Хорошо? Ой. Узнаешь? Какая вы были красивая. Нет, ну вы и сейчас очень красивые. Да ладно уж. Как она держит осанку, как она говорит, как она правильно строит речь, как она держит руки. Не знаю, вот всегда у меня перед глазами, когда я говорю о Вере Кузьминишне, и она сразу вот у меня такая элегантная, легкая. Ты должна заняться своей походкой. Я вот посмотрела в окно, ты из магазина буквально тащилась. Даже в спектакле «Пиковая дама», где актриса сыграла знаменитую графиню, назвать ее старой можно было только с большой натяжкой. Когда мы смотрим на таких людей, мы сами расправляем плечи. И мы понимаем, ну если они могут, значит и мы можем. Да, это не страшно. Васильева далеко не всеядна. Может отказаться от роли, если понимает, что это не ее уровень, или персонаж ей не по душе. Она никакая не рохля, не размазня. Она может на чем-то настоять, но не хамски, не агрессивна, не современна вот этим вот таким тоном. Она просто не входит в отношения базара. Никогда. Характер Вера Кузьминишна проявила, и когда несколько лет назад встретилась с режиссером Романом Виктиком. Васильева в возрасте 87 лет в компании Ольги Аросевой и Елены Образцовой была приглашена в его спектакль «Реквием по Радамесу». Актриса рассчитывала на яркую, большую роль, а получила, как ей показалось, что-то бестелесное. Аросева и Образцова играли оперных «Примадонн», а ей предстояло исполнить роль их поклонницы. И Васильева на первой же читке отказалась. Я очень хорошо помню, мы сидели в одной гримёрке тогда. Я говорю, почему Вера Кузьминишна? Ну, я думала, что вот это одна роль, там две большие роли, вторая поменьше. И там очень много зон молчания. То есть там, так сказать, больше всё в каком-то вторым планом проходит. Но через несколько дней Вера Кузьминишна передумала. Она поняла и приняла свою героиню. Та пережила то, о чём Васильева могла только мечтать. А рассталась с любимым человеком, имея от него бесценный подарок – детей. И Васильевой захотелось хотя бы на сцене прожить такую же судьбу. Всю жизнь я помню его глаза. Как он смотрел на меня. Всю жизнь я верила, что он любит меня. Всю жизнь я этим живу. Правда, работать с неординарным Виктюком оказалось непросто. Виктюк, который к нам относился, ну, он, во-первых, нас и девчонками называл, и дурами мог назвать, но и в то же время божество, богиня, бросался целовать, и мы его целовали. Да, в нашем пансионате живут необыкновенные люди. Да, звёзды бывшие, звёзды мира, которого теперь уже нет. Когда попадаешь ко мне, то нужно играть. Надо дрожать, чтобы зал заражать этой тайной. Если тайны нет, это просто зарабатывание денег. А я собрал в Театре статиры трёх, трёх удивительных, трёх последних по умению любить. Премьера была громкой, но спектакль просуществовал недолго. После ухода из жизни сначала Ольги Аросевой, а потом Елены Образцовой, он прекратил своё существование. Для Васильевой это был грустный момент. Ведь именно в этой постановке она смогла вернуться в прошлое, пережить историю своей большой любви и преодолеть душевную боль. Если роль даёт возможность прочувствовать любовь, разлуку, верность, какое-то благородство души, то это же всё проходит через сердце. Это не то, что что-то я произнесла, и этого нет. Оно есть во мне, и я за это благодарю судьбу, потому что оно даёт какое-то духовное богатство и в горе, и в счастье. Спасибо большое. Спасибо за ваш талант. Спасибо за вашу улыбку. Сегодня Вера Васильева по-прежнему в строю. Играет в моноспектакле «Вера». Он создан по её же автобиографической книге. Это лицо, которое многие зрители знают. А я не совсем такая. Ну, совсем. Да я немножко. Многие поклонники только здесь узнают о том, что ей пришлось пережить на самом деле. О всех её взлётах и падениях. Это больше, чем спектакль. Это ох. Этот человек исповедуется, а здесь зритель-партнёр, которому ты сегодня доверяешь всё, что у тебя накопилось в душе, и делаешь это предметом искусства. Это очень сложно. Вот это оказалось под силу Веры Кузьминичны в таком уже солидном возрасте. Сама Вера Кузьминична не скрывает. Она прекрасно понимает. Теперь каждый её выход на сцену или появление в кадре может уже и не повториться. Но она благодарна судьбе за то, что осуществилась её большая мечта. За то, что она пережила большое чувство. За то, что была любима и обожаема. Много счастья выпало в моей жизни. И мне хотелось всё-таки об этом сказать с благодарностью. Про те мгновения, которые давали мне радость. Потому что жить без любви трудно. Она никогда и не жила без любви. Её любили мужчины и миллионы зрителей. Её даже в театре все по-настоящему любят. А уж это на сегодняшний день редкость. И любят её, потому что она национальное достояние, настоящая женщина и большая актриса. Светлый, очень открытый человек, который живёт радостно, азартно. И главное, с чувством благодарности за эту жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»